В шашках неприемлемы хвостовство и наглость. В полуфинале чемпионата СССР встречались два мастера – Борис Герцензон и Марат Коган. Поединок протекал с небольшим преимуществом мастера Герцензона. Ну и вскоре после 20-го хода мастер Коган предложил своему сопернику ничью. Неожиданно мастер Герцензон встал и хорошо поставленным голосом, так как он работал конферансье, заявил «Внимание! Мастер Коган, чемпион страны, предложил мне ничью, но я отказываюсь!» После этого он сел за свой столик и тихонько сказал «Маратик, я согласен!» Но возмущенный мастер Коган категорически отверг это предложение и вскоре выиграл. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры! Сегодняшнее видео предназначено больше для начинающих шашистов и для детей. Сегодня мы рассмотрим, как играть в дебюте колл и также посмотрим красивую партию гроссмейстера Виктора Сергеевича Литвиновича. Дебют колл обычно любят играть начинающие шашисты. Он возникает после ходов СД4, БА5, ну либо СБ4, БА5. И белые торгаются на поле С5 и ставят так называемый колл. То есть шашка С5 белых при наличии шашки черных на поле А5 называется колловой. Ну и черным в этом случае лучше всего играть своим сильным левым флангом в соответствии с основными принципами игры. Либо ФЖ5, либо даже АЖ5. ХЖ5 – ход более острый, ФЖ5 более, так скажем, надежный. Можно иногда даже ФЕ5 сыграть. А сегодня мы рассмотрим не очень хорошие ходы за черных СБ6 и СД6. Ну давайте сперва рассмотрим ход СД6. Почему вот эти два хода плохие? Потому что черные должны развивать свой левый фланг, а они разбивают свой и так ослабленный правый фланг. И в итоге белые получают большое преимущество. Как видите, у черных есть три нападения. Вот эти три шашки могут напасть на колловую шашку. Но у белых также есть три защиты. Кроме того, есть еще косвенная защита. То есть после нападения белые не обязаны закрываться. Они могут разменяться вот таким образом. Это называется косвенная защита коловой шашки. Но после нападения лучше всего разменяться вот таким образом. И если черные будут продолжать атаковать сильный левый фланг белых, то они здесь могут получить очень плохую позицию. Например, поменялись. Черные пытаются выиграть шашку белых, но у них ничего не получается. И в этой позиции черным уже надо играть аккуратно и точно. То есть проигрывает ход Fe5. Почему? Потому что белые размениваются. И у черных есть несколько продолжений. Если они размениваются, то есть рано или поздно коловую шашку всегда надо менять. Черные это сделали. Но белые вот таким разменом получают выигранную позицию. За счет того, что они получили усиленную оппозицию. То есть шашка белых, видите, держит две шашки черных. Ну и белые здесь должны легко победить. То есть если черные будут подтягивать свои дальние шашки, то белые просто проходят в дамки. Если же черные пытаются прорваться по ослабленному левому флангу белых, то белые могут разменяться. Ну и партия здесь быстро заканчивается. Например, АБ6, Fe3, Б5, ЖФ2, ДЦ5, ФЖ3. Ну и после нападения мы размениваемся назад. И выясняется, что черным некуда ходить. Белые побеждают. Если же черные не размениваются, а играют ЖФ6, то белые играют ЕД4 и ставят ловушку. То есть обычно ловушки надо ставить, когда позиция не портится. В данном случае ловушка уместна. То есть на ход ФЖ5 белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Не расстраивайтесь, если вам это не удастся. Комбинация не сложная, но для начинающих все-таки иногда не видят вот они такие ударчики. То есть белые играют ДЦ3 и затем ЦБ4. И проводят вот такой ударчик с победой. Если же черные видят эту комбинацию и делают выжидательный ход, то мы играем ДЦ3. И после вынужденного нападения размениваемся в центре. И выясняется, что черным некуда ходить. То есть на такой ход мы выигрываем таким образом. А если черные играют ЕФ6, то мы свободно проходим в дамки и также легко выигрываем. Ход ЦБ6 также не очень хороший, потому что белые могут получить преимущество вот таким разменом. Ну, подтягивать свои отсталые, вернее, подтягивать свои опорные шашки Б8 и Д8 не даст ничего хорошего. Тут черные могут также проиграть, например, ДЦ7, ДЕ3. И теперь смотрите, на ход ФЖ5 уже белые могут провести комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Вот такой стандартный удар. Отдаем одну и играем ЦБ6. Ну и куда бы черные не побили, белые выигрывают. Вот, например, бьют сюда, мы бьем две. Ну и выясняется, что у белых лишняя шашка. Кроме того, дамка стоит примерно 2,5-3 шашки, поэтому белые здесь должны легко победить. Если же черные нападают, мы закрываемся. Ну и выясняется, что снова нет такого нападения. Эту комбинацию вы уже видели. Так что должны легко найти. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют БЦ3. Затем ЦБ4. И бьют вот таким образом. Шашка превращается в дамку и продолжает свой удар уже как дамка. Белые легко побеждают. Если же черные не нападают, их же 5, играют БЦ7, то здесь надо сделать хитрый ход. ЦД2. То есть, видите, нападения все еще нет, потому что мы снова проводим комбинацию. Если же черные нападают, то мы размениваемся. Ну и ход ФЖ5 становится вынужденным. И снова все заканчивается вот этой комбинацией. Поэтому в этой позиции не надо играть вот этими шашками. Все-таки надо играть и своим сильным левым флангом. Белым лучше всего разменяться в центр. Ну и мастера обычно, современные мастера в этой позиции размениваются. Затем играют ЖФ6, АБ6. Ну и либо размениваются назад, либо как-то пытаются играть своим сильным левым флангом. Если же в этой позиции сразу же черным не размениваться, то возможно следующее продолжение. Очень красивая партия Виктора Сергеевича Литвиновича, гроссмейстера. Тогда он играл против кандидата в мастера Анатолия Шумилова. Сейчас это известный питерский мастер Анатолий Шумилов. Белые играют ЖФ4. Надо нападать. И белые закрываются. Теперь черные размениваются. И в партии далее было. Белые развивают свой сильный левый фланг. Черные подтягивают свою отсталую шашку Х8. Далее белые играют ЕФ2. И черные играют ДЕ7. Ну кажется, что белым надо размениваться. Ну и ничья не за горами. Но гроссмейстер Литвинович делает блестящий ход ФЖ3. То есть белые поставили ловушку. Если теперь черные нападают, то белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют СД2. Черные бьют. И затем ДЕ5. Ну и здесь как бы черные не били, у белых выигрыш. То есть если черные бьют сюда, мы бьем сюда. И прорываемся в дамки. Так. Если же черные бьют в эту сторону, то мы бьем сюда. Ну и снова проходим на предамочное поле. И белые должны победить в этой позиции. Черные увидели эту комбинацию. И размениваются. Ну и в этой позиции надо было все-таки бить назад. И после хода Ж4 черные играли ЕД6. Затем АБ6. Ну и потом как-то разменивались. Позиция держалась. Здесь черные могут достигнуть ничью. А черные побили назад и в итоге проиграли. Вернее вперед. То есть надо было бить назад, а черные побили вперед. Ну и черные думали, что здесь у них особых проблем нет. То есть БА3 играть плохо. Черные нападут и белым некуда ходить. Если же белые зажимали левый фланг черных, то черные надеялись сыграть СБ4. И как видите у белых плохо. Но Виктор Литвинович здесь точно рассчитал варианты и проводит очень красивую комбинацию. Белые неожиданно закрываются СД2. Ну грозят выиграть шашку, поэтому черным надо нападать. И белые пропускают черных в дамки и проводят вот такую комбинацию. Надо бить. И белые бьют именно дамкой. Ну и выясняется, что это положение легко выиграно за белых. То есть если черный играет HG5, мы играем GF2. То есть на такой ход мы уже разменяемся и займем большую дорогу. Отрежем шашки черных ход похода в дамки. Если же черный играет BC7, мы играем FE3, ну и после хода CD6 занимаем большую дорогу. То есть что здесь главное? Белая шашка Е3 держит шашку G5 черных, а дамка белых по большой дороге отсекла эти шашки черных от похода в дамки и белые здесь легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, то пожалуйста поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, буду вам очень признателен, если вы поделитесь этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если вам что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, увидимся на шашечных баталиях. субтитры подогнал «Симон»!